Добрый день! Приветствую вас на канале Левитов Чес. 17 августа 1911 года родился Михаил Моисеевич Ботвинек. Ему исполняется 110 лет. И это хорошая дата для того, чтобы вспомнить факты какие-то, вспомнить Михаила Моисеевича, поделиться своим субъективным мнением об этом выдающемся шахматисте и посердить наших зрителей. Я, изучая, просматривая информацию по Михаилу Моисеевичу, мне показалось, во всяком случае, что есть кое-какие мифы о Михаиле Моисеевиче, потому что очень давно все это было. И какие-то вещи мне показались малореальными, но если они были на самом деле, то они, конечно, выдающиеся и бьют в глаза. Михаил Моисеевич научился играть в шахматы в 12 лет. По моим расчетам, это конец 23-го года. А уже в 25-м году он выиграл несколько турниров первокатегориков, что, соответственно, означает, что он выполнил норму кандидата в мастера. Но вообще в Советском Союзе выполнить норму кандидата в мастера за два года практически невозможно. Если человек это сделал, то это, конечно, был Господь Бог. Совершенно выдающегося, необыкновенного таланта. Если это так, то вот этот факт подтверждает. А уже в 35-м году Михаил Моисеевич получил персональный подарок от Сталина машину. То есть к 24-м годам он стал самым перспективным лучшим шахматистом в Советском Союзе. И Сталин обожал, конечно, таких людей, мастеров своего дела. Вот мы про Михаила Моисеевича. Слово «мастер», не «гроссмейстер», а именно «мастер», мне кажется, очень подходит. И мне кажется, что вот еще про Михаила Моисеевича поэт сказал «патриарх седой, покоривший добро и зло». Уникальная противоречивая фигура. Вот если пройтись буквально по фактам, которые... Каждый может для себя найти что-то свое в Михаиле Моисеевича. Для меня это был образец вот такой всесторонней комплексной подготовки к турнирам на его партиях. И вот на его методах, на его желании. Я строил свою подготовку, свое становление. А если пройтись по фактам из его биографии, то они довольно интересны. Вот пишут, например, что он делал из своих соперников будущих такой ярко выраженный объект недоброжелательства. И он к ним старался относиться как можно более негативно, чтобы вот именно негативные эмоции его и поддерживали, и помогали ему настроиться на соперников. Там известный его факт. Яша, напомните мне, что я с этим человеком не разговариваю, а то вдруг я забуду. Хотя вот единственный человек, которого он разрешил прийти на панихиду, был Василий Васильевич Смыслов. К Василию Васильевичу он относился тепло и нежно. С ним он все-таки сыграл так много партий. И Василий Васильевич при всем при том был совершенно добродушный, безобиднейший человек. Его как раз Михаил Моисеевич продолжал любить. Темное пятно, которое мы имеем, это в 1941-1945 году он где-то был в Перми и занимался работой инженером на каком-то военном заводе. Мне было бы очень интересно знать, вот в эти годы все-таки занимался Михаил Моисеевич подготовкой к будущим матчам, турнирам. Или все-таки он работал по специальности, не будем забывать, что там после того, как он стал чемпионом мира, он там посвятил себя науке и стал натуральным доктором наук. Наверное, даже последний, кто у нас был из вот таких шахматист и что-то еще, кроме шахмат, ученый. Сталин все-таки очень думал о будущем и хотел, чтобы он понимал, что война закончится положительно и что жизнь продолжается доказывать успехи, преимущество советского строя над буржуазом. Давайте сегодня посмотрим партию с Олехиным, которая была играна в 1938 году. Ботвинник уже был тогда явно ведущий шахматист мира и рассматривался как пределент нашей шахматной короны. Достаточно сказать, что он вообще-то первый раз играл в чемпионатах Советского Союза уже в 1927 году. И стал мастером в 1927 году, там в 16, может быть в 15, в 16 лет. При том, что вот опять же научился играть в шахматы в 12 лет и путь от нулевой отметки до отметки мастера 4 года. Ну для меня это совершенно какие-то цифры нереальные. Я с момента, пока научился играть в шахматы, до момента, когда стал второразрядником, ровно у меня заняло 4 года. Поэтому при тех объемах информации, которые были, и при тех книжках, которые Михаил Масеевич считал, там написано, что это были книжки Ненарокова. Ну вы знаете, на книжках Ненарокова научиться играть в шахматы, ну это выше моего понять, что это за гранью добра и зла. Итак, это авротурнир, который довольно неудачно сыграл Олехин, будучи уже немолодым человеком. И довольно успешно Ботвинник отыграл этот турнир, обыграл там не только Олехин, а еще Капабланку. И, ну, такой показал очень разностороннюю игру. Эта партия я могу смотреть бесконечно, потому что, ну, она для меня квинтэссенция шахматного искусства. Это какая-то вот с одной стороны легкость, а с другой стороны это, я вижу в этой партии, это такую вот солидность, такую, знаете, основу какую-то, вот, постижение уже в глубины шахматного искусства. Итак, Олехин никогда, кстати, не выиграл у Ботвинника партии. И разыгрывают они улучшенную вариант, улучшенную защиту Тарыша. Меня всегда задавался я себе вопросом, ну, почему Олехин и Капабланка, уже когда они были в таком возрасте достаточно немолодом, почему они не играли вот те дебюты, которые они хорошо знали? Ну, там, я не знаю, свои испанские партии, свои ферзевые гамбиты. Где им было бы гораздо легче защищаться там, отстаивать позиции против молодых сильных шахматистов? Почему они начинали партию на чужой территории, шли в варианты, которые на тот момент изучались, которые были там, скажем так, на передовой моды и вступали в схватку там, где они, ну, не сильнее. И вот здесь Ботвинник показал, ну, вот что говорят о Ботвиннике, что он разрабатывал целые системы. Это правда, вот, например, ему, ну, как бы сказать, благодаря ему эта система популярна, стал им на ход Е3, а не Е4, который, собственно, и есть улучшенная защита Тараж, а именно вот Е3, и он вот разработал эти системы с изолированной пешкой, и потом там на протяжении десятилетий он методично ставил мат разными методами, причем. Интересно, что вот опять же более такой, как бы, естественный ход слон Д3, а вместо этого он ходит слон С4, вот именно это Ботвинниковский такой ход, вот какой-то со своей идеей, на которую эту идею, конечно, Алихин сразу и попадается. И вот здесь после хода ЛАДИА1, ну, сейчас-то любой вам скажет, что надо ходить слон Ф6 и так далее. Пробовали ходить конь БЦ3, кто не любит слон Ф6. А вот на ход Б6, который, ну, самый естественный, на самом деле, вот под самый естественный, выясняется, что в этом и была задумка Ботвини, который спокойненько так меняет пешечную структуру, и после конь Д5 получает, ну, вроде бы, кажется, ну, симметричную позицию, которая должна закончиться в ничью, ну, после размена фигур. Ну, вот она не заканчивается в ничью, потому что Ботвинников и уже владел этим искусством, виртуозной техникой, при том, что он говорил, что он там довольно плохо считает варианты, но это, конечно, опровергли с треском это утверждение. Варианты он считал на тот момент, мягко говоря, не хуже других, а вот систематикой и такой техникой и умением использовать малейшие слабости, он, конечно, уже там Капабланке не уступал. Слон Д7, который делает, ход, который делает Алихин, мне не очень нравится, честно говоря, я вот думаю, что все-таки слон Б7 выглядит чуть получше. Слон Д7, ну, вот у Алихина была такая идея пойти конь Б8, и с одной стороны, я тоже, конечно, учу детей о том, что есть хороший слон и плохой слон, и вот плохой слон в этой позиции белопольный Д7, потому что он ограничен пешкой Д5, А с другой стороны, есть такое понятие, как развитие, и вот в этом компоненте белые, конечно, после слона Ф4, если мы смотрим, доминируют полностью. И хороший слон, плохой слон не имеет здесь значения, потому что в данном случае здесь двумя открытыми линиями будут белые владеть очень быстро. Итак, А6, и вот первый ход интересный, который делает Батвинник, ну, что естественно, честно говоря, ФБ3 самый естественный ход, а он делает ход ФА4, поле С6 контролирует, и таким образом не дает коню вернуться назад. А вот конь на Д7 пусть возвращается и там развивается сколько в душе угодно, потому что поле Д7 для коня не больно-то подходит. Олегин пытается по науке в худшей позиции разменам фигур улучшить свое положение, без двух линий остается, ладьясь. И вот первый ход, опять же, характеризующийся, это вот партия, которая полностью характеризует Батвинник, такая каток, вот каток надвигается на Олегин. Вот ладья И7 мне не очень ход нравится, который здесь делал Олегин, потому что, мне кажется, вот ладья на А7, она вот чисто теоретически прикрывает оба поля вторжения, С7 и Е7, и, ну, вот как-то надо, грустно, конечно, но вот надо было бы как бы постоять просто, или А6 пойти, или Ф6, что-нибудь такое, ну, просто стоять, это противно, но вот ладью мне кажется, что менять все-таки не надо было. И после взятия ладья вторгается. Я думаю, что он переоценил Олегин шансы защиты. Кажется, что действительно поле С6 занято, ладья С6 нету, ладья Д7 нету, конь защищает пешку А6, и ладья контролирует седьмое, восьмое. Но в данном случае рано или поздно вот конь с Ф3 придет куда-нибудь на хорошее поле. И вот так вот, если мы начинаем думать, а где же конь стоит, хорошо, но мы можем найти огромное количество полей, это, например, поле С3, атакует Д5, Е3, Ф4, ну, и даже на Ф5, если бы конь стоял на всех этих полях, конь стоит замечательный, так защиту потревожит. Поэтому ход король Ф1 был сыгран в партии, а ход, который можно предложить как альтернативу, это конь Х4 и идет конь на Ф5. А вот если Ж6, то Ж3, потом конь придет через Ж2, опять же, на Е3 и на Ф4. Бодвинник делает ход король Ф1, но ход совершенно нормальный, и такой ход не может быть плохим и может пригодиться в большинстве случаев. Шах и ладья отступает на ЦТ, конечно, на Ц7 вроде бы она стоит хорошо, но и на Ц3 тоже замечательно, на Ц7, Ц8 она вернется, когда понадобится. Ж5, конь Е1, Х5. И вот, скажем так, когда ходишь конь Е1, наверняка Михаил Масеевич планировал конь С2, конь Е3, но в этот момент, вот это он как раз учил меня о том, что вы сделали какой-то ход, вы не волнуйтесь, если вам он не понравился, просто поставьте фигуры на то же самое место. И продолжайте играть, как ни в чем не бывало. Никаких эмоций, ничего. Просто ход плохой, исправляйте, идите вперед. Это очень такой современный подход. И здесь, при том, что конь С2, Е3 наверняка хороший маневр, вот на меня эстетическое впечатление по-прежнему производит именно то, что сделал Михаил Масеевич. Он вернулся на Ф3, как ни в чем не бывало. И потому что он подумал, что ну акульный Ф3 стоит сейчас хорошо и заставляет пойти Ж4, а ему это выгодно. И мало ли, что он пошел там на Е3 ход назад, а вот сейчас конь Ф3. Такой конкретный на самом деле подход, а не такой какой-то, знаете, такой абстрактный, теоретический. Вообще нет, он не был теоретиком, он был очень конкретным человеком, конкретным шахматистом. И, видимо, когда он, например, в 41-м организовывал матч, турнир за звание абсолютного чемпиона СССР, у него тоже не было никаких сомнений. Он все делал правильно. Он так считал, то есть вот абсолютная такая последовательность в своих действиях и логика железная вот в его маневрах. Он возвращается, считает, что выгодно Ж4 вызвать и что правда. И теперь вот поле Ф4 просто просится для коня, конь туда незамедлительно направляется. И фиксирует слабость на Ф4. Ж3, я думал, может быть черным бы пойти, но похоже, что после Ж3 рано или поздно Ж3 тоже пешка потеряется. Сначала пойдет пешка на Ф4, потом пешка на Аш5, а потом пешка на Ж3. Наверное, Ж3 не помогало. Но после ЖФ-ЖФ вообще-то сдаться было в этот момент не ошибкой. И выглядит, что позиция совсем бесперспективная и спастись невозможно. Олехин, скорее всего, под впечатлением, что все-таки играет с молодым человеком. И может молодой человек ошибиться. Но не Ботвинник. Ботвинник не мог ошибиться. Вот эту последовательность свою, эту технику, эту безупречность. Он потом будет демонстрировать в партиях и с уже современными чемпионами мира, и с Смыслово, и с там он уже Таля, Петросяна будет точно так же крушить и уничтожать. Но вот начал он с Сейви и Салихи на из Капабланке. То есть, сколько он чемпионов мира поборол, мне просто посчитать невозможно. Можно, но не будет. Теперь 3 слабости. Конь может атаковать. Там Ф4, потом Д5, Аш5. И Ладья еще может помогать. Она Б6 четвертую атакует. И вот может поатаковать все пешки, которые Конь атакует. Принцип здесь 4 слабостей, описанной Шерешевским и Дворецким, в действии. Вот Б3 тоже. Это вот ходы. Может быть так сегодня уже играть не надо. Но так я учился играть. Вот сначала сделайте какие-то полезные ходы, а потом начинайте уже использовать свой перевес. Король Е2 тоже, ну так не выглядит уж совсем обязательным. Но все так очень четко, без тактики. Ну там говорили, допустим, Ладья Ж5 хорошо было бы пойти. Да нехорошо, потому что надо считать варианты какие-то ненужные. А можно это сделать вот так. Конь С6 и Конь на Е7 вторгается решающим образом. Если, конечно, не принимать моего внимания, что так был уничтожен чемпион мира, там текущий, можно сказать, ну партия там обычная, наверное. Но для меня она по-прежнему необычная. Для меня эта партия образец технический. И для меня это просто по техническим моментам, как бы в партии, которые нельзя сыграть лучше. Именно по практическим каким-то продолжениям, по техническим приемам, по качеству ходов. И тут вот мог бы сдаться, но сделал еще несколько ходов Олейхин. И вот здесь сдался. Вот эта партия показала, что, собственно, ну там время Ботвинника пришло. Чисто вопрос, когда Михаил Моисеевич станет чемпионом мира. Ну вот кто сильнейший шахматист на тот момент, уже, мне кажется, эта партия ясно показала. Это был Ботвинник. И он оставался чемпионом мира довольно долго. Но самое главное, он с начала 30-х по начало 60-х годов вот входил в число там ведущих шахматистов мира, там уже не чемпион мира, он был чуть меньше. Он из там, скажу, 59-ти, там около 60-ти, скажем, турниров, в которых он принимал участие, он немного играл, как мы видим. Он в 2-х третьих, в 2-х третьих он выиграл. При том, что вот Анатолий Евгеньевич, он считает, там он сотни турниров выиграл. Но по проценту я думаю, что никто столько не выиграл, сколько Ботвинник. Ну и я думаю, что вообще по статистике мало кто из шахматистов того времени близко подходил к Михаилу Моисеевичу. Может быть, вот если мы посмотрим, как Карлсон уже играл, там и Каспаров, да, может быть. Но Ботвинник, это, конечно, голова, которая выделялась в то время и вершина, которую будет всегда сиять на шахматном небосводе. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!